Дзюба в атаке Игорь Ледяхов, который войдет и в тренерский штаб Михаила Лаудрупа, призывал своих подопечных продолжать в том же духе. Опыт подсказывал, что у соперников рано или поздно моменты или хотя бы полумоменты появятся. И тогда в матче все может перевернуться. Именно так потом и произошло. Во второй половине спартаковцы действительно встали. А вот команда Блохина полностью мобилизовалась и сделала то, что от нее многие не ждали. Сначала Стрелков заработал пенальти, и аргентинец Бракамонте продемонстрировал бразильцу Моцарту небольшой мастер-класс по реализации самого опасного футбольного стандарта. А вот второй гол получился пусть не совсем соответствующим логике игрового эпизода, но все же на него Москва, можно сказать, наиграла по совокупности. Станислав Иванов только появился на поле и сразу вывел свою команду вперед. Потом у горожан, конечно, была легкая паника в обороне на последних минутах. Спартаковцы прикладывали максимум усилий, но изменить ничего не смогли. Москва начинает последний отрезок чемпионата с волевой победы. Как часто говорят в концовке каждого сезона, столь нужный. У Микаэля Лаудрупа, который уже в следующем матче будет руководить Спартаком, как видно, немало проблем. Датскому наставнику придется основательно подумать, с чего теперь начать работу на новом посту. Дмитрий Лукашев, Николай Винокуров, Футбол России.